Женка им кнется задоволить усе жаданье мужа, а муж им кнется задоволить усе потребы женки. Ну просто демократы и партнерства. А чем мне мотивация до деяния? Абсолютно. А дороже, ты легкая была узнасти тебе героиню? Вельми легкая, вельми открытая, гостинная, приязная суполка. Потелефоновала, одразу домовились, литерально протягу по указину. Я еще зараз корыстаюся махчимостью и подякую за такие подарунки. До дома нашей студии, крыху вот такого кришнаитского отцения. Але урештся, хто у кришнаитов керуе у семьи? Ой, у меня такая классная из цитата у репортажа, тому, лепш, давайте будем глядеть. Есть поезд. И у поезда есть главный тягач, да? И есть вагоны с углем, чтобы этот поезд мог ехать. Вот мужчина – это главный тягач, который ведет в нужном направлении свою семью. А вагоны с углем – это как женщина. То есть без женщины мужчина, он не доедет до нужной цели. Моя бабушка, она протестантка, родители мои православные, поэтому как бы росла я больше в такой христианской среде. А потом уже, когда мне, наверное, лет 18 было, я познакомилась с девушкой, которая была вегетарианкой. Я уже тогда решила стать вегетарианкой. И она впоследствии уже познакомила меня с книгами про пхупады. И первый раз перевела меня в храм. И там уже буквально, наверное, на второй или третий раз посещения храма я уже познакомилась со своим мужем. Наталья Богдан народилась в 1980-м году в Пинске. В мае две высшейшие эдукации – мама Лилии Амреты и Ганны Лалиты. Теперь с мужем Дмитрием Чакаю с третьего детенка. Увольный час пишет артикулы про выхование детей и ведет занятки по вегетарианской кулинарии. Ну, наверное, единственное такое очень сильное отличие – это то, что мы вегетарианцы. И я думаю, что в любой семье верующие, да, вот по-настоящему верующие, все правила, они практически одинаковые. То есть мы хотим развивать любовь к Богу, хотим развивать любовь к ближним, хотим воспитывать детей именно в любви, в уважении. Я не работаю и занимаюсь только с мужем, он занимается материальными аспектами семьи. И с меня эта обязанность как бы полностью снята. Женщина, которая работает, у нее очень мало времени, да, на семью, потому что, ну, вот этот отрезок, да, после шести, там, до девяти, до десяти, он очень короткий. Ей же тоже нужно обязанности какие-то свои выполнить, там, постирать, погладить, приготовить, там, убраться, там, поговорить с мужем, естественно, пообщаться какое-то время тоже, знаете, и с ребенком. Очень, вот этот короткий период, ей нужно очень многое сделать, то есть все сложно сделать качественно. Большинство из преданных не отдают своих детей в детские сады. Потом уже они, многие идут в школу, и тогда уже мама может посвятить какое-то время какой-то социальной деятельности внешней. Может быть, пойти на работу или заняться благотворительностью или еще чем-то. Вот этот возраст, именно до семи лет, он очень важный, то есть закладывается характер человека. И очень странно, что мы готовы отдать непонятно какому человеку, то есть мы его даже не знаем фактически, с которым наш ребенок будет проводить большую часть времени. Ну и еще плюс, конечно же, питание, так как все дети вегетарианцы в семьях преданных с рождения. У нас в Минске, по-моему, даже нет таких вегетарианских детских садов. Наталья прочитается о пятой-шестой раннице, наглядая детей дома, что дня готовя свежую ежу. Муж Дмитры, глядясь на женку с захоплением и удячностью. И она, готовая поддрымливать его в его оных помпнениях. Мужчине, наверное, очень важно себя реализовать в социуме, да, то есть добиться чего-то. Ну, не знаю, там, стать героем, спасти мир. Вот, поэтому он больше себя реализовывает в социуме. Ну, как правило, даже если посмотреть, многие мужчины, которые чего-то добиваются, практически все, наверное, 99%, они женаты, у них есть семья. То есть холостякам, как правило, ничего не нужно. Они там бросили, там, что-то там, поспали, могут даже на полу поспать, там, перекусили хлебом с сыром, и все, они довольны. А вот уже, когда мужчина женится, поэтому у него все, как бы, растет, да, расширяется. И женщина на санскрите обозначается таким термином, как стрерупа, то есть как расширяющая форма. Мужчина женился, и женщина ему говорит, а теперь бы вот нам квартирку, если у нас нет квартиры. Он, она его вдохновляет, а не там, например, квартиру. Он думает, о, все, теперь квартира, все, она успокоится. Она говорит, а теперь надо ремонтик сделать. Ну, хорошо, давай ремонт, давай делаем. Ну, все, сейчас сделаю ремонт, и все, заживем, можно будет лечь на диван. Нет, она говорит, а теперь нам нужен ребенок, дорогой. А теперь нам нужен второй ребенок. Ой, нам уже тесно здесь, в этой квартире. Нам нужен дом или квартира побольше. А теперь нам нужна получше машина, а давайте пересъездим туда. То есть мужчина как бы, она его постоянно вдохновляет. И в конце жизни, да, то есть там, когда ему там уже 50 лет, он говорит, да, я вот там построил дом, там у меня столько детей, там, вот посмотрите, какие они воспитанные. Я вот добился там чего-то там в социуме, да. Но кто его двигал на это все? Женщина. Принемно поглядеть, когда у пары такие меры сгода, якой религины б не трималися. Медвеж, я пригадала, когда училась в университете, отримала подкова, идучи по улице, карали скветок, такие типовые для Кришнаитов, и от радости, удзачности носила их у весь день. И нападкала досыть шмат такого негативного ставлення, и сбоку Минаков, и сбоку Однокурсников. Но, может, минавида тому, я наживуць, такими закрытыми супольностями, хоть мы от них могли бы поучиться радости и легкости життя. Так, то подчас дымок, когда уся один день таких кветок, спевал, танцев, чого их бояться? У наших шерых буднях, я думаю, что это бы допомогло нам. Уразнаставить наше життя. Докладно. И больше отповедать миту про толерантных беларусов. Ну и на это мы с вами разведываемся. Дякую за увагу и до встречи пресс-два-ты-дни.